Всем привет! Продолжаем гулять по моему маленькому городку, который называется просто Санкт-Петербург или Питер. Сегодня мы посмотрим на доходный дом Беляевых. Находится он по адресу Марата 50. Я пользуюсь сайтом CityWalls и другими сайтами, которые я нашел, добавляя основную информацию к сайту CityWalls. Итак, доходный дом Беляевых, улица Марата, дом 50. 1883-1884 год. Архитектор фон Геккер Василий Федорович. Русский архитектор, художник-акварелист, академик архитектуры Императорской Академии Художеств. В середине 19 века на этом месте находился пустой участок, а затем его приобрели купцы Беляевы. И в 1884 году в доме поселился один из членов семьи, владельцев, лесопромышленник, меценат Беляев Митрофан Петрович. Русский музыкальный издатель, меценат, сын богатого лесопромышленникова. Родился он в 1836 году в Санкт-Петербурге, получил хорошее образование, учился играть на скрипке, самоучке, на фортепиано. Впоследствии стал заниматься систематической музыкой и 14-летним пристрастился к камерной музыке, играя в квартетных вечерах, сначала на скрипке, а потом на альте. Был большим любителем музыки и стал устраивать у себя по пятницам музыкальные квартетные вечера. Постоянными гостями Беляева были Бородин, Глазунов, Лядов, Римский, Корсаков. Бывали здесь Чайковский, Танеев и Скрябин. Они насталантливших русских композиторов, пианистов. Надо сказать, что на Беляевских пятницах так они назывались. Существовала традиция, композиторы должны были приносить новые сочинения для квартета. А если они их забывали, то писали сочинения в течение вечера. Обалдеть, да? Вот интересно, видимо, было. Беляев создал также музыкальное издательство, организовал постоянно концерты, учредил Глинкинские премии. Это общество, которое собиралось у Беляева, называлось «Беляевский кружок». Конечно, наибольшим авторитетом пользовался Римский Корсаков. Он был как бы центром кружка Лядов и Глазунов. Во многом его единомышленники вместе с ним составляли ядро этого кружка. Все они, люди двух поколений, прочно впитали лучшие заветы в могучие кучки, сохраняли и развивали. Вот как пишет Римский Корсаков о Беляевых. Перед началом репетиции ко мне подошел высокий, красивый господин, с которым я часто встречался в Петербурге, но знаком не был. Он отрекомендовался, назвав себя Митрофаном Петровичем Беляевым. Попросил позволения присутствовать на всех репетициях. С этого момента началось мое знакомство с этим замечательным человеком, имевшим впоследствии такое огромное значение для русской музыки. И вот еще Римский Корсаков о Беляеве. Богатый, торговый гость, немножко самодур, но при том честный, добрый, откровенный до резкости, иногда даже до грубости прямой человек, сердце которого были несомненно даже нежные и струнные. Беляев в 1884 году оставил свои коммерческие занятия и задумал два широких предприятия, проекты, я бы сказал так. Первое это концерты исключительно русские, а второе издание музыкальных сочинений тоже исключительно русские. В 1895 году, отмечая десятилетие музыкальной общественной деятельности Беляева, известный критик и друг Беляева, Стасов вот так пишет о нем. Когда будет писаться история русской музыки, имя Беляева займет там однажды видную и почетную страницу. Надо сказать, что Стасов сравнил то, чем занимался Митрофан Беляев, и с деятельностью Павла Третьякова. Стасов считал, что оба они ценили русское искусство, в первую очередь были альтруистами в своем деле, способствовали сохранению и обогащению отечественной культуры, не задумываясь о денежной стороне своих поступков. Умер Беляев в 1903 году, 28 декабря. Митрофан Петрович Беляев похоронен в Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище, а в 1936 году захоронение было перенесено в некрополь мастеров искусства Александра Наневской лавры. В 1904 году Римский Корсаков написал оркестровую прелюдию над могилой, посвятив ее памяти Беляева, его большого друга и друга всех русских композиторов. Ну кто еще жил в этом доме? Также в этом доме жил танцовщик Паринского театра Павел Геерт. Образование Павел Геерт получил в Санкт-Петербургском театральном училище, где наставниками его были Христиан Йоганссон и Мариус Петипа. В доме жил Лев Сергеевич Термен, физик, изобретатель бесконтактной сигнализации, создатель первого в мире электронного музыкального инструмента терминвокса, преобразующего движение руки в звуки. Очень интересный прибор. Здесь жил в 1899-1900 годах ЗОО, член-корреспондин Петербургской академии наук Вагнер. Помимо зоологии в течение 60 лет активно занимался литературной работой, долгое время под псевдонимом Кот Мурлыка. Издал сказки Кота Мурлыки, повести, сказки и рассказы в пяти и семи томах, отдельные рассказы и роман «Темный путь». Опубликовал несколько статей по искусству и издавал журнал «Свет» в 1876-1878 годах. Жил здесь и гражданский инженер Виноградов. В 1902-1903 году здесь жил гражданский инженер Огородников. Но о них, в общем, к сожалению, я ничего не нашел. Вот такие люди жили в доме по адресу Санкт-Петербург, Марата, дом 50. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Это был доходный дом Беляевых, Марата 50. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok